Вот так вот выскочила лошадка на дорогу. У нас были основные детей, которые обычно здесь ездят. Шерсть лошадиная. В автомобиль этого мужчины врезалась лошадь. Курьезное ДТП произошло в селе Борисовском Суздальского района. За рулем в момент аварии находился не сам Сергей, а его товарищ с семьей. Лошадь выскочила на дорогу и даже никто не заметил. Заметил только водитель, который сидел за рулем. Это самый последний момент, когда она уже ударилась и убежала. Кто сидел за задним сиденьем, даже не видели, кто в них врезался. Насколько мы поняли, она отвязалась просто. Она где-то паслась там на поле, отвязалась и ломанулась, куда глаза глядят. Строптивая кобыла с места аварии убежала. Она, к слову, была без повозки и наездника. Пострадавшей машине подошла хозяйка животного. Вызвали гаишников. Те ехать со слов участников аварии отказались. И тогда владелица кобыла написала расписку, что готова возместить ущерб. Его она оценила тысяч в шестьдесят. Хозяину авто показалось мало. И вот теперь грядет судебное разбирательство. На подготовку к нему истец отправил вместо себя юриста. А хозяйка лошади и сама не пришла, и доверенное лицо не прислала. В карьере автоюриста Юлии такое курьезное дело первое. Ее задача через суд добиться компенсации почти в сто тысяч рублей. Да, лошадь является источником повышенной опасности, потому что это агрессивное животное, которое не может контролировать себя. Откуда лошадь? Ну и читала не раз практику. В практике везде установлено, что лошадь является источником повышенной опасности. Агрессивное животное оставило на Деунексия приличные повреждения. Двери помяты, стекла разбиты, пострадали и крыло с фарой. Вообще видеозаписи подобных аварий в интернете хоть отбавляй. И зачастую виноват в ДТП именно гужевой транспорт. И в подобных историях, говорят юристы, получить компенсацию за ущерб бывает трудно. Ведь кобыл не страхуют. А сага на издовую животное никто не оформляет. Впрочем, лошадь с пастбища не дикий лось, имеет хозяина. Взыскать с него деньги можно через суд. Удастся ли это сделать Сергею Захарову, пока непонятно. Судебное разбирательство начнется только в начале ноября. Судебное разбирательство начнется только в начале ноября. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова